на канал x get поступил вопрос не умеют ставить свои границы говорить нет что делать есть разные версии на то что такое границы и на то что такое нет современная концепция границ она видится не несколько она все-таки неестественные да вот сейчас тоже вот хотим издать книжечку называется созависимость где эта концепция границ и парад созависимости будет поставлена под сомнение с одной стороны какие-то разумные границы все-таки нужны даже павел флоренский до освещение которое было репрессировано находился заключение соловках в одном из писем домашним написано соловков он конечно говорю что какие-то разумные границы необходим потому что даже дерево до хоть она ху интегрирована с но чуть от себя добавлю интегрирована со средой находится там какой-то там обмена обмена дерево впитывает влагу до дышит но тем не менее то есть но не суть важно какие-то процесс но но тем не менее она имеет кору дай то что без коры она погибли но тем не менее да в чем самая может главная ошибка вот эта идея границ состоит то что чек на самом деле тигр хититься выстраивать расшифрую как когда у него есть позиция сверху то есть когда у тебя есть какая-то система ценностей да и когда действительно ты чувствуешь угрозу вот вот тому сакральному и другу личности которые у тебя есть тогда действительно ты ну выходишь в какой-то ситуации потому что считаю что для себя не полезны ну как вот эти отцы да они готовы были беседовать с каждым с отъявленным злодеем до готовы были понимать принимать там идти с человеком если он зовет на одно поприще и с ним два но пока вопрос не стало грехе да если кто-то тебя тянул к греху вот этот святой отец который только что был секунд назад кротким да он становился непреклонным и решительным но проблема в том что когда у современных людей у них нет вот идея какого-то высшего ну ядра смыслов да то под границей призывает иногда защиту какого-то собственного эгоизма как одна женщина рассказал что раньше на их предприятии было принято какое-то межличное общение ну не на уровне да вот такой корпоративной этики где людей принуждают постоянно тем билдингу а там люди действительно как искренне общались пили чай за это чаем что-то обсуждали то со временем поколение работников она приходит им не нужно общение они считают что они пришли только поработать если какая-то дополнительная задача это должно быть дополнительная оплата если раньше в коллективе какие-то шероховатости которые есть у каждого они шлифовались да тут то теперь человек своей шероховатости какие-то недостатки характер там неуживчивость да он теперь захороняет границами да и по сути фиксируется в собственном таком изоляционизм и другая моя знакомая говорила что вот у него есть подружка которая познакомилась с молодым человеком и эта подружка очень восторжена говорила что она значит развивает отношения ну такая современная леди да и она правильно выстраивает границы и моя знакомая это хорошо давай посмотрим на ваши отношения и она ну видит там графика не видит графики здесь сумка что у тебя граница вот здесь вот здесь как молодому человеку вообще подойти к тебе если ты вся в своих границах и некоторые очень примитивно рассматриваете границ да чтобы вам не тревожиться вы определите время в которой вы ложится спать если кто-то вам звонит там после 11 вы начать его там блокируете а потом люди остаются удивляются почему они остаются одними вот есть замечательный мультик советский называется вы крутасы до который рассказывает о человечке из проволоки у у него был моток проволоки он себе скрутил цветы собачку дом жену и жил счастлива но кто-то наследил на его участке и он свой в этот предметный мир стал обратно превращать в проволоку из этой проволоки стал крутить себе забор и колючий да и в конце у него исчезла жена весь его предмет мира он остался один за этим забором это он не собой тревожность потому что сверху летят самолеты и ему не хватает сил чтобы это отграничить себя от всего когда я готов с к этой теме границ вот может был на соловках с поломниками будем проводить я специально собирал материал экстремальных обстоятельств которые просто протаранивать человека в любом случае единственный вариант это когда у тебя вот есть вот эта та самая конструктивная христианская доминанта как бы сказал академик томский доминанта души которая тебе позволяет ну в каком-то смысле перерабатывать как одна хоть она не верующая исследование очень хорошо сказала перерабатывать минус среды в плюс достижения да то есть перед тобой какая-то стоит задача ты от нее не отгораживаешься не хочешь заливаться и ты думаешь как ее преодолеть и ты развиваешься и когда у человека появляются системы смыслов вот он учится говорить нет но говорить нет конструктивно не говорит нет каждому человеку кто грит тебе то что не нравится потому что мы иногда понимаем что мы на раздражены и наше нет обусловлено не объективными причинами о нашем раздражением, да. Иногда нам, особенно с воспитанием детей, вот мне одна мудрая женщина сказала, что в воспитании детей мы хотим навязать свою волю. Говорит, нет. Но с другой стороны, когда ребенок скажет с позиции, надо ведь подумать, а ведь, ну, может быть, он прав, может быть, сильно. Сейчас он погуляет, а потом уроки. А нам, конечно, нет, начали уроки, потом гулять. Но с чего ты решил, что ты прав? И бывает, действительно, мы подумаем над позицией ребенка, сделаем, как он сказал, и если в этом нет какого-то его указа со стороны, бывает, что это и получается. И когда у человека нет вот этих систем высших смыслов, то он в своем нет запутывается, да. Он не имеет основания для нет. И поэтому здесь в каком-то смысле надо строить вот эту систему христианской жизни. Она строится действительно несколько лет, когда у нас мы сопоставляем вечерним испытаниям совести, наш поступок соответствует Евангелии или нет, и тогда у нас появляется уже какая-то иерархия идей. И вот в заключение хочу упомянуть о книге Роберт Норвуд. Вот женщина, которая любит слишком сильно, как раз она пытается своих пациенток спасти идеи границ. То есть вот у нее пациентки, это женщины, которые как говорят, можно войти в историю, можно вляпаться в историю. Вот они вляпывались в историю. Ну и все, что она могла им предложить, это систему ограничения, да, сепарации от вот этих любовных историй. Но если вникнуть в книгу, почему люди вовлекаются? Сейчас это уже идея компульсивности, это другая история. Но идея состоит в том, что сейчас, если сказать кратко, да, что если даже эта история компульсивная вот такого любовной зависимости, не любовь, да, состоялась, то она же состоялась на основе какой-то истории. И сейчас какая-то конкретную женщину, если замотивировать, сказать нет конкретному там мужчине, но эта история внутри тебя осталась, значит, она повторится, да. И вопрос не в том, что научиться говорить нет, а в том, чтобы изменить вот сами предпосылки, да. Ну, обрести то, что называется мужеством, да. Но это уже история не про нет и не про отстание границ. Это внутреннее то возрастание, которое придет к тому, что те люди, которые раньше тобой помыкали, просто видят, что ты изменился, что с тобой эти прежние методики теперь не работают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.